Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я вам хочу предложить фирменное блюдо нашего ресторана. Ну-ка. Макароны по флотски. Там по флотски. Может быть, дойдем, посмотрим меню. Так, морковь протертая тряпкой. Знаете, слегка горчит. Салат витаминный. Витамин С, 5 таблеток. Ундивит, 3 таблетки. Рыбий жир. Это все у вас на столе уже. Ага, хорошо. Лосины в масле. Вы знаете, масло есть, лосины кончились. Это есть все сами. Так, посмотрим, что у нас на первое. Вот я вижу первое блюдо. Щи зеленые. Это со щавелем, да? Ряска. Возьмите лучше борщ, не прогадайте. А вот есть борщ у вас. Борщ? Борщ менделеевский. Это как он? Очень полезный борщ. Там практически вся таблица Менделеева. Там феррум, магний, кальций, калий, стронций, бериллий, полоний, радий. Не, не, не. Это не надо. Ну, как хотите, мое дело предложите. Уха говяжья из баранины. Долго готовить. Отвар картофельный темный, нефильтрованный, 18 литров порции. Вы знаете, стоит дорого, но не осилите. Я думаю, не осилю, действительно. Суп гороховый ночной салют. Этого полно в ассортименте. Так, ну это не надо. Давайте перейдем сразу ко вторым блюдам. Или блюдам. Рыльце в собственном пушку. Вы знаете, рыльце вчерашнее. Поджарка отварная. У нас в меню вообще никогда этого не было. Повар поставил так, для красоты. Мы ничего не сжарим. Квочки отбивные по-милицейски. Будут сразу после футбольного матча. Свинина хруст с картофелем фри. Старый завоз. Так. Вы знаете, я, наверное, вас удивлю. Я бы вам рекомендовал взять макароны по-флотски. Я где-то уже это слышал. Так, что у вас из горячего? Чай. Это попозже. Естественно. А это что за блюдо? Слезы Киркорова. Болгарский перец с луком. Понятно. А почему вот салат из редьки у вас называется Максим? Горький. Но очень хорошо идёт с макаронами по-флотски. Ну, вы пристали с макаронами по-флотски. Я уже слышал этого. Суши есть у вас? Естественно. Естественно. Лучшие суши в городе. Палочки есть? Естественно. У нас недавно была санэпидемстанция. У нас столько палочек. Шутка, 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 шутка. Шучу, шучу. Так, свинина под соусом. Как правильно читается? Соус хреновый или хреновый? Тут я не... Вообще-то правильно читается хреновый, но он у нас... А вы знаете, возьмите-ка лучшие макароны по-флотски и не ошибётесь. Сколько можно про макароны толдычить мне тут уже? Я есть хочу просто мясо. Дайте, если есть мясо. Любое мясо. Баранина, например, там, я не знаю. Баран. Есть у вас баран? Смотрите, не хотел говорить, но... Как говорят в нашем ресторане... Баран сидит в кабинете директора. Мне неинтересно, это ваше дело. Так, что тут дальше? Японец в собственном соке. Это что за бред такой? Шутка бармена. Уже уволен. Я надеюсь. Уже уволен. Камбала на собственном боку. На том боку лежала отлёжина. Может, все-таки макароны по-флотски и не мучатся? Задолбали макаронами по-флотски. Сколько можно там в этом том же уже? Выпить есть у вас сегодня? Естественно. Так говорите, что есть. Значит, коктейль «Кровавый мерин». Сок маргариновый. Прекрасно. Сок с берёзовой мякотью. Фирменный есть напиток какой-то? Естественно. Обычно в ресторанах есть фирменный напиток. Название вы охренели, что ли? Это у меня такое? Нет, нет, название такое. Почему это? Почему такое название? Бокал стоит 12 тысяч рублей. Что, охренели, что ли? Вот видите, вы уже запомнили. Давайте водки тогда. Вы знаете, водка закончилась, но зато у нас никогда не заканчиваются макароны по-флотски. Давай, каши макароны. Уговорили. Что тут у нас попить? Я вижу. Напиток сметанный. Морс чесночный. Компот из сухожилий. Десерт. Гоголь-моголь-тургенев-мургенев. Желе-тварь ядрожащая. Мороженое-хрен-брюле. С пылу с жару повар очень старался. Пожалуйста, приятного аппетита. Кушайте, остынет. Вы говорили, макароны по-флотски. А где видно, что они по-флотски? Я ждал этого вопроса. Макароны по-флотски. Кушайте. А ты знаешь, почему я не ел 8 лет нормальной пищи? Почему? Я сидел в тюрьме. Да. И спроси меня, за что? За что? За убийство официанта. Меня же во втором зале люди ждут. Там все остывает. Ой-ой-ой. Я съеду в дом. Лен, помнишь, ты говорила, что у тебя появился новый мужчина? Ну, расскажи, как у вас дела? Ну, как-как? Встречаемся. Уже третий месяц. Третий месяц? Как интересно. Ну-ну-ну и что? Ну, что-что. Сегодня он сказал, что хочет познакомиться с моими родными и близкими. Интересно. А ты что? Ну, что я? Я просто не знаю, что делать. Дети у бабушки, а муж вообще в командировке. Он выйдет к вам с душою нараспашку. Такой веселый, простой и добрый. Гадать вам не придется на ромашке. Ведь он вас любит, а вы его. Ой. Все женщины рождаются ангелами. Все без исключения. Мужики, ну похлопайте. Не мне, а женщинам. Вот вспомните женщину в первый год ее жизни. На руки взял легкая. Кожа бархатная. Пяточки розовые. Увидела у тебя на рубашке чужую губную помаду. Агу, агу и спать. Норковая шуба ей до лампочки. Всем телом рада памперсу. Погремушку подарил счастье. К чужому на руки не идет принципиально. Вы мне скажите, куда это все девается через 30 лет? Когда-то чудный Зиновий Высоковский подарил мне вот такую историю, коротюсенькую. Папа, почему у евреев национально считают по матери? Моня, потому что только мама точно знает, кто отец ребенка. Ага. Женщины, они вообще много чего знают точно и умело это используют. Вот знаменитая женская фраза в три часа ночи. Коля, ты лучше всех. Как этого Колю начинает колбасить? Как ему рвет крышу? И только один мужик из миллиона не потеряет головы и спросит, Дуся, а сколько было этих всех, которых я лучше? Только женщина все равно выкрутится. Потому что мозг у нее устроен так, как будто он вообще никак не устроен. Просчитать поведение женщины невозможно. Одна рога наставит, попадется, извинится, все. Все, как бабка отшептала. Больше не попадается. Другая наставит, попадется, извинится, все. Все продолжается в том же духе. Наставила, попалась, извинилась. Наставила, попалась, извинилась. Иногда так замотается, что извиняется еще до того, как наставила. Мозг у женщины хоть и меньше, но значительно изощреннее. У меня один знакомый ходит, всем соседям рассказывает, мужики, во вторник уезжаю в командировку на три дня. Три дня буду в пятницу вечером, во вторник в десять утра. Я его жене говорю, что он с ума сошел? Она говорит, не гавкай, все правильно. Я сама всех предупредить не успеваю. А вот от счастья, мужчины и женщины глупеют одинаково. На пороге ЗАГСа одна невеста говорит женику, Вась, ты знаешь, хочу тебе вот накануне признаться во всех своих романах. Он что, сдурела? Ты ж в полупрошлый понедельник мне призналась, я тебе все простил. Говорит, Вася, не сбивай, это последняя информация. Я вам хочу сказать, часто задают вопрос. Вот женщина, кто первый из женщин на этой земле был счастлив? Ева. Потому что когда она пришла к Адаму вся из себя, массаж, шанель, герлен, она сначала расстроилась страшно, потому что Адам был страшненько. А что вы хотели? Первый блин. Но Адам был первым, кто взял ее на руки. А это для женщин и есть счастье. Эх, Михалыч, слыхал, у меня лошадь пала. Как пала? Низко пала. Пьет, курит, коней вон понавела. Поверьте, хорошо, в деревне летом. Да и зимою у нас неплохо. Мы вас сейчас порадуем дуэтом. Забудьте грядки, смотрите нас. Вы ко мне, вас вызывали? Да. Меня, Петра Семеновича, трогали. Жену мою, Валентину, трогали. Но она не смогла. Ну, проходите, разберемся. Кто вас трогал, зачем трогали, за что трогали? Гражданин следователь, это фамилия такой. Трогали. Я, Петр Семенович, трогали. Жена моя, Валентина, трогали. И весь наш род, так сказать, в общем-то. Тронутый, да? Это ж надо. Не фамилия, а повод к возбуждению дела. Не дай богу. По какому вопросу? Я свидетель по делу о жестоком отношении с животными моих соседей Галины и Григория Пиндюлей. По доносу. Слушайте, это очень хорошо, что вы зашли. Проходите, присаживайтесь, пожалуйста. Я как раз работаю над этим делом. Проходите, проходите, пожалуйста. Спасибо. Так, очень хорошо, что вы зашли. Так, слушаю вас. А? Я вас слушаю. Значит, гражданин следователь, готов вам рассказать все, что было. Хорошо. И что не было тоже. Бесплаконно. Так, давайте так. Значит, все, что не было, не надо, да? А вот все, что было, давайте, пожалуйста, с самого начала. С самого начала. Давайте. С самого начала? С самого-самого начала. С самого начала. Так. Моей соседке Галине Пиндюлей Показалось, что ее муж Григорий Пиндюлей Стал О, гражданин следователь Вот солнце у нас что делает? Солнце? Солнце такое Да я знаю, что Ну солнце греет Не Ну встает О! А Григорий Пиндюлей Уже совсем До солнца Ну понятно, но я пишу Потеря мужской силы, да? Так, безвольный по мужской линии Ага, ну понятно Так, и что же? И что же, а то же, что Моя соседка Галина Пиндюлей Так Пошла и купила у столетней бабы Веклы Дорогое средство Для этого дела Ага Ну, бабе-то уже лет пять Как ни к чему, ну сколько ж мог Да, да, действительно И что дальше? Дальше, дальше Хочу заметить, что соседка моя Галина Пиндюлей Женщина очень осторожная И даже когда готовит себе Обед Первая Никогда его не пробует Ага И вот Она решила проверить Это Дорогое средство Для этого дела На животных Эксперимент Ага, ну наконец-то Мы дошли до сути Дошли до сути Хорошо, так И что же там произошло? А что же там произошло? А произошло то, что Первым ей на глаза Попался Их кот Огурец Ага Вы знаете Блин, женой моей Валентиной трогали Ничего ж не знали Про этот эксперимент И были сильно удивлены Когда их кот Огурец Вероломно ворвался К нам во двор И надругался Над нашей кошкой Муркою Собачкой Гавчиком И моей меховой шапкой Вместе с Волью С каждой по отдельности Ничего себе А как же вы? А нас Он держал Заложника Мы с женой Валентиной Трогали Заперлись в избе И понимали, что Живыми Он нас оттуда Не выпустит Так, хорошо И что же там дальше Произошло? А что дальше Произошло? Значит Значит Следующее А Соседка моя Галина Пинюлей Пригрозила коту вилами И больше мы его не видели Ага То есть я пишу Кот пропал Да Но ходят упорные слухи Что в городе появился маньяк И сильно злобствует Так Это все домыслы Да Давайте дальше 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 А следующим был петух Гарик Сначала все были довольны Куры несли с гирляндами яиц А некоторые С плошной яичной колбасой Но когда Над нашим селом Перестали летать птицы И начал нестись Крупный рогатый скот Мы насторожились Ничего себе И что дальше там произошло? А дальше произошло то, что Моя жена Валентина Трогали Пригрозила Петуху Бульоном В смысле топором И больше мы его не видели Ага Но ходят упорные слухи Что в лесу появились Кукарекающие дикие кабаны Так Подождите Господин Дронутый Да Смотрите У меня в материалах дела Написано корова Видите? Корова А вы мне каким-то тут Гариком голову морочите Правильно Следующей была корова Анжелка После вступления в эксперимент Эта корова Б-600 Взяла трехметровую высоту забора И 25 километров Угналась за нашим ветеринаром Семенителем Который убегал от нее В город на мотоцикле И я так понимаю Что больше вы их не видели Больше мы не видели Но ходят упорные слухи Что в районе Резко увеличилось Поголовье Рогатых байкеров Так Раздадим Дронутый Хорошо И скажите по-разному Что же получилось в итоге Этого эксперимента В итоге Получилось Этого эксперимента То Что Хозяйство У Галили Пинюлей Закончилось Так И она перешла На наше Моей жене Валентине Трогали Стало Своего хозяйства Жалко Извините Нервы И она Продолжила Меня И что? То же дело Что Это средство Нужно не вовнутрь принимать А как? Мазать Под фастом И Что И Я не дался Почему? Да потому Что к этому Времени Информация Просочилась И к нашему Двору Начали стягиваться Отряды Страждущих Женщин Всех поколений А мужики Наоборот Приняли Круговую Оборону И взяли Лицензию На отстрел Бешеного Животного Подождите Ну Эксперимент Ведь не завершенный Кстати Где это Вещественное Доказательство А я его В бутылочке Герметичного Закрутил В огороде Закопал И забыл Где Внимание Опергруппа На выезд Приходите Спецназ ОМОН И лопаты Я буду Лично руководить Операции Я бы вам этого Не советовал А вдруг Ваши внутренние органы Этого не выдержат И мы вас Больше не увидим Без Гаррика Мы еще Как-нибудь Обойдемся А как же Опергруппа На выезд Опергруппа Целыми днями Кроссфорд Свой Разгадываешь Хоть бы Помог У меня выходной И у меня выходной И что Вот между прочим Настоящие мужчины По выходным Своих жен По ресторанам водят По театрам Делают что-то Совместно Давай совместно Будем Кроссфорд разгадывать Подключайся Большое животное Из четырех букв Слон Подходит Первый мужчина Четыре буквы Коля Писать чтоб не смешно Он не берется Он блещет мыслью Когда смеется В его запасах Смех всегда найдется И даже хохот Есть в закромах Хочу вам рассказать Сам о себе Вот все как на духу Ну я высокий Красивый блондин С голубыми глазами У меня первый разряд По боксу Второй по плавнию Третий по шахматам Меня очень любят женщины У меня только один недостаток Я жутко люблю приврать А если говорить серьезно То я не высокий Не блондин Не с голубыми глазами Спортом вообще Теперь уже не занимаюсь И женщины меня действительно любят Но только беременные Кто-то им сказал Что в этот период Надо общаться с высокими Красивыми блондинами С голубыми глазами Видите меня снова заносит Да? Не, ну если говорить серьезно То конечно вас интересует Мое отношение с юмором Я вам хочу сразу сказать Что юмор у меня На мой взгляд От дедушки Дедушка мой обладал Очень хорошим Таким тонким юмором Мне Я самого не помню А вот Тетя мне рассказывала Что он каждый вечер Сидел за столом Пил чай И приговаривал Какой хороший Вкусный И полезный чай Вот если этот чай Пить 120 лет подряд Можно долго прожить По-моему хороший юмор Да? А когда он заболел И к нему пришел доктор Сел на постель И говорит Ну что у нас болит Знаете как доктора иногда говорят Что у нас болит Дедушка сказал Не знаю что у вас А у меня нога На которую вы сели Ну я как все нормальные дети Закончил там школу Там и закончил авиамоторный технику Потом учился в Московском Авиационном институте И как один писатель Известный Объявляет меня Он говорит Вот странный человек Измайлов Шесть лет учился В авиационном институте До сих пор не может понять Почему самолеты летают А крыльями не машут Но на своей чести Я ни одного дня Не поработал В авиационной промышленности И за одно это Должны вы мне быть Премного благодарны Сразу после окончания института Я занялся тем Что я стал писать Для артистов эстрады И для радионяни И я даже первый сюжет С которого начался яролаш Мы написали вместе С моим соавтором Валерием Чудодеевым Вы наверное помните Такой сюжет был С которым начался яролаш Там вот такой Спартак Мишулин И мальчик такой Рыжий Они у лифта Разговаривают Классный Днепр При клевой погоде Когда кочевряжа Свою пендривость Пилит он сквозь Свои горы Клевые волны свои Не гикнется Не накроется Вылупишь зенки свои Откроешь варежку И не знаешь Пилит он Придурка из кулинарного технику Помните да? А потом наверное вы помните Монолог с которым началась Настоящая популярность Ныне очень известной актрисы Елены Степаненко Письмо Блину Клинтону Помните да? Войну и мир помните? Тоже один хороший автор написал Так получилось что Кроме того что я писал Для эстрады Я еще и печатался В литературной газете То есть писал туда рассказы И тогда Гафт с которым мы тогда дружили Написал на меня эпиграмму Ну вы знаете Гафт пишет такие Добрые Ласковые Очень хвалебные Эпиграммы И на меня такую же написал Звучит она так Повезло тебе придурку Что попал в литературку Ну это Гафт Аплодисменты А когда я получил Третью премию Золотого теленка А там была такая премия Золотого теленка Я кстати единственный Трижды лауреат Премии Золотого теленка Нет подождите Аплодировать Потому что я единственный Трижды Все остальные Четырежды Пятирежды Ну вот И значит Я стал ездить С командой Этого клуба 12 стульев Мы всюду выступали Ездили Нам платили Естественно деньги Причем такие Хорошие деньги платили Сколько писателей Ездили Вот И вот это Улучшившееся Материальное положение Позволило мне Жениться Жена мне досталась Очень симпатичная У нас в семье так Вот Что бы ни было Во всем виноват я Однажды Сижу вообще Никого не трогаю Она входит В комнату с чашкой Чашка вдруг Выпадает у меня из рук Разбивается Она на меня так зло смотрит Я говорю Что Не придумала ничего Сижу молчу Как она закричит Молчишь тут под руку Ну вот так вот мы Писали в литературной газете Печатали Кто читал Тот знал наши фамилии В лицо нас никто не знал Но в 1978 году Начала выходить Передача Вокруг смеха Писатели и сатириков Стали показывать по телевидению Стали нас узнавать на улице Но у меня Узнаваемость какая-то странная До сих пор Она такая же Недавно ко мне подошла Одна женщина Протянула мне книжку Коклюшкина И сказала Распишись пожалуйста Аркадий Михайлович Я понял Что она меня спутала Сразу и с Коклюшкиным И с Арканом Думаю ладно Буду на этом же уровне Написал Семен Альтов Она покраснела И сказала Спасибо вам Семен Альтович Ну что вам еще хочу сказать Ездил в разные страны Выступал на оригинальном языке Страны И всюду меня понимали И в Азербайджане И в Киргизии И в Таджикистане И всюду Ну вот в Англии Произошла какая-то Заминка конечно Англичане Очень плохо знают Свой родной язык Ну подумайте сами Я месяц там жил Месяц разговаривал по-английски Хоть бы кто понял За это время Я успел написать 15 книг Написал наверное Штук 400 монологов Для самых разных артистов Ну и фильм даже один Сейчас две пьесы идут В Москве Но самым своим популярным Произведением Я читаю одну маленькую миниатюрку Дело было в Ялте Я вышел из гостиницы У входа стояли двое Мужчин и женщина Они видно только что Познакомились И женщина так кокетливо Говорит Сколько мне лет Угадайте Он говорит Даже представить себе не могу Она говорит Ну я вам подскажу Моя дочка Ходит в детский садик Она что там Заведующая работает Скажите Сколько стоит сделать рентгеновский снимок Вам какой обыкновенный А какие еще бывают Ну Можно на фоне моря Пальмы Или с обезьянкой Она писать Артистам обожает В чем соль у шутки Наталья знает Теперь сама Для зрителей играет Ах что за дама Прям два в одном Месяц назад Я купила абонемент на фитнес Я не хотела покупать Но подруга Уговорила Чтоб она сдохла Она говорит На фитнесе Ты обретешь здоровье Цветущий вид А главное У тебя будут Красивые ноги Я отдала за абонемент Восемь тысяч Думаю Раз такие деньги Буду ходить На все занятия Что там есть С утра до ночи Первое занятие Было йога Пришел мужик Сказал Что он дура Гура И что он научит нас Медитировать Мне дали Духовное имя Дхашалавашмара Мне сказали Что на санскрите Это значит Белокрылая чайка Я говорю А можно Называть меня По-русски Белокрылая чайка Он говорит Ну что вы Вы Дхашалавашмара Я говорю Ну пожалуйста Он говорит Еще всякая Дхашалавашмара Будет рот разевать А теперь Говорит Расслабьтесь Лягте на спину И закройте глаза Я говорю На тебе Я уже легла Так в Геленджике На диком пляже Закрыла глаза Открываю Ни золото Ни денег И он теперь Сынок бегает Когда Что успели Гады Муру говорит Сейчас я вам покажу Свою главную чакру Я говорю Нет Мне Муж разрешает Только на его чакру смотреть Он говорит Все Учим позу Мудрого сузлика Поставьте ноги На голову Разверните Их на 360 градусов Просуньте подмышками И коснитесь И коснитесь языком копчика И тут Что-то Хрустло И меня Заклинило Прямо В этой Пусть В итоге Я шла Домой Не пять минут А ползла Шесть часов Пришла Домой Под утро Муж Спросил Где я шлялась И назвал Мое духовное имя Как он узнал В общем После той йоги У меня все болело так Что я не могла шевелиться На фитнес Идти не хотелось Но 8 тысяч Было жалко Утром Я пришла На бодибилдинг Тренер сказал Будешь Приседать Со штангой Сколько Блинов Ты можешь Выдержать Я говорю Я на масленицу Легко Выдерживаю Сто блинов А если Без начинки То сто пятьдесят Он мне что-то Накрутил Положил На плечи Говорит Вставай У меня ноги Выгнулись Коленками Назад Он говорит Тебе надо Наращивать Мышечную массу И дал мне книгу Питание Бодибила А в книге Написано Что спортсмен Должен питаться Не жирами Не углеводами А белками Ну я пошла В парк Где белки Они Зараза Скачут Как блохи И тока Поймала И мужик Снизу Кричит Женщина Ты зачем Залезла на елку Я говорю У меня белочка Говорит Это понятно Белочку Надо лечить Я говорю А что ее лечить Она здоровая Белочка И тут Она меня Запалит Цап Я на землю Бряк И потеряла Сознание Очнулась В бинтах Врачи говорят Хочешь жить Месяц Лежи Не двигайся Но восемь тысяч Утром Я пришла На восточное единоборство Их вел Настоящий Китайский Монах Из Шаолиня Иван Петрович Цимбалюк Он сказал Мы будем изучать Боевое Искусство Ниндзя Ниндзи Они проникают Повсюду И сеют Страх И ужас Я сказала Значит Моя свекровь Ниндзя Меня поставили В боевой спарринг С какой-то теткой Оказалась Наша соседка Снизу Которую мы Все время Заливаем А я ее Не узнала А она Меня узнала Бой был Страшный Тетка Пыталась Отгрызть Мне руки Чтоб Мне уже Нечем Было Открывать Краны С водой В больнице Меня Загипцовали Дали Костыли Даже Думать Запретили Про фитнес Но Восемь тысяч Утром Я пришла В бассейн Тренер Сказал Что впервые Видит В бассейне Инвалида Но К концу Занятия Число Инвалидов В бассейне Резко Возросло Ну я ж плавала С костылями Не Когда я плавала Кролем Брасом Инвалидов Было Не так Много Но Как Только Я Освоила Баттерфляй Инвалиды Пребывали С каждым Потом Гипс Наутырилась Вода И Азартанула Как Титаник Пока Меня Откачивали Подбили Глаз Вывихнули Челюсть Сломали Шесть Рёбер Вот вечер Я уже Обсокла И Пришла На Больные Танцы Тренер Говорит А теперь Стриптиз Дэнс Кто Лучше Всех Тантует Триптиз Получит Приз А ты Убогая Даже Не суйся Я говорю А восемь тысяч Отдала И тут Все Чё ты Везде Хочешь Ты позоришь Наш Швитнец Клуб Подумаешь Как Восемь Тысяч Я говорю Вы чё Я за эти Восемь Тысяч Покала Как Лошад На Морозе Без Выходных Это Пол Пол Моя Зарплаты И Вы Что Думаете Какие-то Паршивые Косты Египт Помешают Мне Танцевать Триптиз Музыка Музыка Я победила Всегда Кто-то Спит Это Это Не Маленькая Девочка Ему Не Жмут Ни Тапки Ни Ботинки И В Пояснице Шнурки Не Режут Он С детства Не Играет На Волынке Зато Рассказчик Ну Высший Класс Не Иначе Как Народ Умом Тронулся Толком Ничего Объяснить Не Могут Вот Вам Пример Встречал Я Девушку На Платформе Сестрорецк Ветку Сирени Сломал По дороге Стою Жду Ровно В 22.40 Точно По расписанию Подходит Электричка Я С цветами Из Вагона Вылетают Трое Орлов И Ни Слова Не Говоря Начинает Меня Мутузить Стоянка Ровно Минута Точно По Расписанию Бить Кончили Скочили В камбур Кричат Передай Серому С ним То же Самое Будет Откуда Мне знать Какому Серому А Электрички Свет Простыл Целую Неделю Пролежал В больнице Сам Думаю Ну Ну Не В сумасшедшем Доме Живем Может Что-то Очень Важное О Серии Не В курсе Как Точно Пластом 32 Он Говорит Я А Как Вопрос Я Говорит Эй Вы В меня Вглядитесь И Учтите С вами То же Самое Будет Серый Даже Обрадовался Угрожаешь Падла И В одиночку Меня Так Отметели Что Тень Троим Из Электрички Даже Не Снилось Я Когда Дышать Начал Я Говорю Зря Вы Распаяцались Товарищ Ребята Просили Передать Я Передал Он Говорит Какие Ребята Покажи Я Говорю Лее Показать Смогу Только Через Две Недели Через Две Недели Он Заезжает За мной На Мерседесе И Мы Прямо С Больницы На Платформу Ну У У У У У Паретку сирени дал серому. Ровно в 22.40. Точно по расписанию подходит электричка. Из вагона, как кукушки из часов, вылетают трое орлов, но я успел сказать, вот серый. Серый пиджак скинул. Пацаны, какие претензии? Эти орлы Кирилья сложили. Говорят, а нам другой серий нужен. Извини, братан, что потревожили, этот тип что-то напутал. Слово за слово. Дружба, они помирились. А дружба, как известно, скрепляется кровью. Вчетвером! Они из меня отбивную котлету сделали. Хорошо, что ОМОН в это время проезжал. Люди, я так скажу, пока есть ОМОНовцы, можете спать спокойно. Эти ОМОНовцы всех раскидали. Одного сюда, другого туда, третьего сюда. А мне врезали так, что только на вторые сутки я понял, что до этого меня не били. А извините за выражение, любя по попке шлепали. У меня до сих пор перед глазами искри, а в мозгах вечный бенгалский огонь. Праздник, который всегда со мной. Но вывод я сделал. Кто-нибудь, если меня спросит, который час, я ноги в руки бежать, голыми руками, меня уже не возьмешь. Как говорится, от греха подальше. Алло, Лёля? Да. А ты где хочешь побывать? На море или в лесу? Конечно, на море. А ты что, путёвки берёшь? Да нет. Освежитель воздуха выбираю. Мы Трушкина встречаем как родного. И как увидим, на сцену просим. А у него сейчас опять обнова. Костюм всё тот же, рассказ другой. Извините, это птичий рынок. Здесь всякую живность продают, покупают. Спасибо. Иди сюда. Вот здесь станем. Здесь самый народ ходит. На тебе кроссфорд, отгадывай пока. Женщина не нужна вам? Как что? А вот мужчина сорока с небольшим. Почему подросток? Где вы видели лысых подростков? Будете кормить как следует. Может, он ещё под два метра вымыхает. Интересно, почему же таких надо бесплатно отдавать? Какую нагрузку? Шли бы вы женщиной своей дорогой? Идите, идите. От такой слышу. Дура какая-то. Набросилась ни сто, ни сё. Женщина, посмотрите, какой мужчина тихий. Не нужно вам? Боря, повернись к свету. Прошу сто рублей. Себе в убыток да совсем времени нет стоять здесь. А уж такой тихий, знаете, иной раз, думаешь, не помер ли. Ну, конечно, походите ещё, поприценяйтесь. Только вряд ли дешевле найдёте. Или такую дрянь подсунут, что потом всю жизнь плакать будете. Что-то все мимо идут. Может, место поменять? Дай-ка я тебе хоть щёки румяными и помажу. Стой спокойно. Женщины, вот спортивного типа мужчина. Всего 90 рублей. Пощупать? Ну, пощупайте. Да вы не мните, вы щупайте. Потом, кому я его продам помятого? Что вас не устраивает? В очках? Только он только днём в очках наушеных снимает. А вам с какой целью? Ну, не хотите, не говорите. Темперамент? Ну, как вам сказать? Четверть века назад он меня выкрал. Сейчас? Сейчас что же ему меня красть? Да он с какой целью? Ты женщина. Господи, еле-еле душа в теле, а всё туда же. Замёрз. Потопай, руками помаши. А плакать не надо. На жалость меня больше не возьмёшь. Что значит не продавай? Сам довёл до этого. И не проси, не конюч. Дети здесь ни при чём. Дети взрослые, всё поймут. Да я и пожалею, у меня сил уже нет, чтобы прокормить тебя. Женщина с козлом, проходите, проходите. Что вы его поставили на самой дороге? Места вам мало, а то моего не видно. Я не кричу, я вам спокойно говорю. берёте женщина, берите, он не капризный, ешь, что дадут, а то и пропустит день. Что ты делаешь, что ты делаешь, а? Ты зачем ноги колесом согнул? Ты зачем глаза закатываешь? Дурачком прикинулся? У тебя дети взрослые, ты стоишь, слюни пускаешь. Зря стараешься, а тебе за умного и так никто не примет. Бабушка, не надо ему милостыню подавать. Это он улыбается так. Заберите мелочь, заберите. Что, деточка, 80 стоит, а тебе зачем? Выкупить, на свободу выпустить? Вон, деточка, погибнет на свободе, не приспособлен ни к чему. Женщина, за 70 не возьмёте, от своего не знаете, как избавиться. Замолчи, я сказала, не трави душу, что ты верой и правдой, что у нас всё впереди. Ты ещё про горы золотые расскажи. Прибавить ему обещали. Молчи уж, не доводи меня. Женщина, вас спрашивают, почём козёл? Меня? Мой вот этот. Про это вы и спрашиваете? 70. 70. Дорого, так это рынок, милая моя. Совсем уж обнаглели. А вырастить его? А, дети, обуть, а в люди вывезти. Такого же при входе за 50 продают? Что же вы не взяли, сэкономили в 20-ку? Нет, 70 без одежды. Зачем вы говорите, что без одежды ничего не останется? Ну, думайте о том, мне уходить пора. За 75 со всей одеждой? Берите. Прощай, Боря, вспоминай иногда. Это не вам рабочий костюм. Выходной есть. Этот же. Куда же вы, женщина? Надо же, почти сторговались. Боря, посмотри, сколько времени. Шесть скоро. Наверное, сегодня уже ничего не получится. Расходятся все. Женщина, проходите. Что вы на него так горько смотрите? Отводите мне. Покупать? Покупаете? А цену не спросили? Все равно. А ваша какая цена? Нет, а ваша? Ну, для начала хоть. Двести? Двести пятьдесят? Нет, я не к тому, что мал. Триста? Да вы успокойтесь, женщина. Идите сюда, а то народ собирается. Что уж вы такого увидели в нем особенного? Ну вот, сами говорите, обмылок? От таких денег не жалеете. Лучше без денег да ни одной? Конечно. Да тоже ведь какой попадется. Нет, конечно, одной еще хуже. Богатство богатством, а внимание, ласку не купишь. Ему вот скажи, надо для семьи с крыши прыгнуть. Он ведь прыгнул. Нет, не задумывается. Что вы говорите? Четыреста? Да я не к тому веду. Вот вы сказали, обмылок. Это он сейчас такой стал. А молодой был. Он ведь меня выкрал. Правда? Никого не побоялся. И тогда здоровья не было, а все-таки метров сорок на руках нес. Может, тогда уже и надорвался. Не продается он, женщина. Нет, ни за пятьсот, ни за семьсот. Вы уж извините, что ты улыбаешься, стоишь, обрадовался. Пошли домой. Ну что же ты? Идти не можешь. Господи, мама, земля, тебе пухом предупреждал ты меня. Ну иди на руки. Прижмись. Согрелся? Спит уже. Ну и ладно. Ну и ничего. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну в чем дело? Доктор, помогите, у меня нос заложен. Господи, ну, у меня квартира, машина заложена, а вы тут со своим снобелем. Есть солнечные ванны и морские, и те, и эти весьма полезные. А мы же предлагаем вам смешные, они же, в общем, здоровье для. Будьте здоровы, передачи. Иди отсюда, закрой фазу. Петровна, взвелась. Да вот и мне покажешь. Тапаныч! О, Петровна! Тапаныч! Что тебе? Тапаныч, у тебя больше чему там в дорогу есть-то? Зачем тебе это, Петровна? А мы с Гришкой на курорт едем. Ух ты! Отдыхать на море. Ух ты, ёшкин! У, Турцию! Ой, ёшкин! Да твой Гришка тебя, кроме как упой на тракторе, никуда не увозил. И то вместе с навозом. Ну вот мы решили отдохнуть. Да. Сколько можно одними грязями-то лечиться дать? А, ну это понятно, конечно. Нет, Петровна, чемодан нет, а вот мешок-мешок могу дать. Ты что, Сепаныч? Мало того, что у меня кирзы по соножке, по колено. Так что, с мешком на перевес? Там же чайку, урорт, море, у Турции я есть. Ну и чё? Чё, чё, чё? Чё я наём не бывал, чё ли? Был? Ну? На море? Был. Но точно не помню. Ну воды был до чёрта. Ну? Солёный хош вода-то? Я сделал солёное. Благодать. Петровна. Чё? А у тебя, купальник-то есть, курортница? Да я так. У трусах. У трусах она. Ты, Энта, пока трусы твои подкачешь, солнце зайдёшь. Кринь, Чего? Шляпу взять не забудь. Кринь, про солнечный удар слышала? Вновь. Ну, так лупанёт по морде. Крякнуть не успеешь. А мне он дед Егор в ветру обещал. На. Деда! Шляпу неси! Какой деда? Какой деда? Это с чучела у него в огороде стоит. Правда? Ну? А я с ним целое лето разговаривала. Да, лазай. Газетки прикрой, что я хорошего. Ну, ещё лопухами прикрой. Ну, так и быть. Ладно, так и быть. Я тебе, Энта, свою шляпу дам. Которую? Да. Ту, что из мехаёжиков? Или который гнездо с яйцами? А что тебе яйца? Вместе с яйцами оденешь. Побьёшь, маска будет. Ага. Кожу лица потянешь. Ты лучше смотри. Чего? Чтобы твой этот лопоухий не шатался там по борделям, казино, столовкам всяким. Не, у меня там никогда не ищут. Ну, и хорошо. Я даже думаю. На. Не подзаработать ли мне там в бордельном рабстве? Не вздувай, Петровна. Ты, Энта, на себя-то посмотри. А чё такое? А чё такое? Останешься должна турком. За нанесённый эстетический ущерб. А как, Степанович, я сейчас без работы ты не могу. Ну, ты, Энта, ну, пособирай там колорадских жуков с кактусов. Ты мне лучше скажи. Чего? А где вы там жить со своим лопоухим собираетесь, а? А Гришка сказал в пятиконечном отеле. Ух ты! С видом на удобство. Ох ты! По системе всё включено, всё бесплатно. Вот только выпуска за свой счёт. А где он у вас в свой счёт? У вас с Гришкой ноль-ноль не в вашу пользу. Ты мне лучше скажи. Чего? Как там сожратвой будет? А то я тебе как друг советую. Она, купи у меня кусок сала. Вчера кабальчик закололи. Я сам вздох. Я уступлю. Не надо нам, не надо нам. Гришка сказал, там будет шведский стол. Я понимаю. Я ж не дурак, а? Шведы нажрутся, а вы? А? А чё ты завёлся? Чё ты завёлся? А чё ты завёлся? А то и завёлся. Кто ж вам ещё-то, что подскажет, а? И главное, Петровна, вот это вот, деньги и всё, что ценное, это в одежду зашейте и нигде эту одежду не снимайте. Зашил уж. Молодец. Так чай жарко будет в ватнике всё загорать. Вы чё с Гришкой у Турции в ватнике шоль попрёте? Ну как же, раз жизнь на мой, чтоб Гришка ноги свои не пополоскала. Ты чё с тебя панель? Да ты шо, ну ладно, ты! А Гришка твой в чём там будет, а? Он как всегда в своём повседневном костюме. В каком таком повседневном костюме? В тройке. В какой это тройке? В трусах и в двух ножках. Поэтому купаться будет. Да ты что? Да это же море, оно же заражено всякими вредными палочками. И все встают поперёк горла, а главное, Петровна, и сюда. Акула, акула. Чё съест? Вот съест, не съест, а обгрызёт точно. А Гришка сказал, мы там чай на матрасе будем плавать. Давайте, давайте, позорьте страну-то. Мало бы нам здесь целый год на этом матрасе толкались. Вы ещё, ещё и в Турцию попрёте. Ну ладно, Гришка твоя и без этого, каждый раз на этом матрасе без Турции плавает. Ты лучше это... Чё? О, купи у меня резиновую лодку, а? Она, это чай дырявая. Мне твоя ещё резинка в прошлом годе всё лето вместо юбки носила. Ну, носила. Носила, носила. Ну, я же уступлю. Не надо нам, не надо нам. Ну, а как же вы туда добираться то будете, а? Петровна. А чё, не на твоей резиновой лодке? Ну, это понятно. Чё, на самолете полетим? Ух ты! Там за нами стюардесска будет ухаживать. Вот это да! Еду разную разносить, специальные пакеты, если затошнит. Чем кормить собираются, Петровна, если вас даже затошнит, а? А там, наверху, ты послушай, ни специальных построек, ни кустов нету. Как вы клиента делать-то будете, а? А чё, не выпустят самолета, чё ли, а? Не люди, чё ли, а? Выпустить-то выпустят. Назад-то не впустят. Это не курорт, наверное, погибель, а? Ну, я ж, я говорю. А тут чё, я всю жизнь купалась в своём жабячем болоте, а теперь попростом море палочкой давится? Не надо раз такого дыха. Гришка! Гришка! Не надо, сиди там, не собирай собаканы. Распаковывай свои эти вот эти мешки-то распаковывай. Слушай, Петровна, Петровна, клиента, мне свои путёвки отдай, я у меня с вас полечу и всё этим туркам вот прям так в глаза и выскажу. Ай, спасибо тебе, Степан. Пожалуйста. А выручил. Пожалуйста. Ты чё, можно нас ради, ради нас в жизни рискуешь, Ну, это уж как получится. Это чё, мы теперь тебе вечные должники будем? Петровна, ну, конечно, будете должны. Слушай, Петровна, ну, свои же люди-то сочтёмся. Кто же вам ещё-то поможет в эту удору твою болезнь и мягко стендер отца? Странные существа это женщины. Сначала они выходят замуж за сильного самостоятельного мужчину. Да-да-да-да-да-да, потом стараются, чтобы из него получилась мягкая домашняя тряпка. Да, держись, брат. Да-да, тоже держись. С его талантом лучше жить в Париже. А может, в Риме? Ну да, в Мадриде. А если он захочет жить поближе? Пускай приходит к нам на концерт. Можете меня поздравить. Диссертацию защитил, а? На тему женская логика. Ну, сначала все так тяжело шло, ой, там, знаете, ну, как-то все скучно получалось, в общем, неинтересно. Тут слышу, моя, знаешь, жена, Танька, она мне там выдает. Думаешь, я не вижу, как ты на фигуристых дамочек поглядываешь. Ну, думаю, откуда что берется, а? Вот правильно этот Павлов знаменитый сказал, что мозги не видны, но их отсутствие заметно. Я говорю, Таня, при чем здесь эти фигуристые дамочки, а? Я говорю, после Евровидения, знаешь, на женщин, как смотрю, вот, бороды нет и хорошо. Я говорю, да ты что, Тань, ты у меня самая любимая, а Танька, вот, самая любимая, я вот всегда знала, что я у тебя не одна. И я подумал, что я мучаюсь над этой диссертацией, там что-то сочиняю, там что-то выдумываю. Она просто за Танькой ходить и записывать, все, вот она и будет вся женская логика. И я это самое записал, вот это все ерунду, что она там наговорила, очень такое веселенькое вступление получилось, но думаю, надо теперь ее разговорить как-то, да? Ну, я начал, я говорю, Тань, ты, говорю, не думай, что я там легкомысленный, я говорю, Тань, серьезный. Я недавно делал рентген, и врачика мне дала эту резиновую нашлепку какую-то и сказала, что надо прикрыть самое ценное, что у меня есть. И я, естественно, прикрыл голову. Ты знаешь, врачика, что сказала, что в ее практике я первый, кто о голове подумал. Я себе говорю, Тань, ты чего? Я тебе так скажу, вот женщины, они вот не объективные к своим мужчинам. Я даже из истории знаю, что вот жены гениальных людей, они были сварливые, и им все время доказывали, что они никакие не гениальные, а долбанутые. Танька, ты что хочешь сказать, что я, значит, не оценила твою гениальность? В чем, говорит она, твоя гениальность заключается, а? Что ты в своем мобильнике на мой звонок собачий лай поставил? Я говорю, Тань, ну ты что, ну это же юмор, ну не обижайся. А Танька, женщину знай, обидеть нельзя, пока она сама не решит обидеться. Что, нормально? Ну теперь, думаю, надо ее насчет ревности разговаривать, у меня там целая глава, ревность там не очень получалась. Я говорю, может у женщин все беды от ревности, от Танька. Все беды от мужиков. Вот она говорит, у нас на даче Верочка. Она же явно видела, что этот ее муж-паразит Борька ухлестывает за горничной. Ну она перед сном отправила горничную в город, а сама легла в ее комнате. И представляешь, ночью в кромешной тьме скрипнула дверь, и мужчина там прямо к ней, ни слова не говоря, в общем, сам понимаешь. Ну Верочка тут торжественно ему, ну что, говорит, паразит, говорит, попался и включает свет, а это садовник. Я говорю, ты чё? Отличный фрагмент для диссертации, а? А Танька уже не остановишь. Ой, все мужики у себя на уме. В основном все бабники. Я говорю, подожди, Тань, ну, а если кто не бабник? А если кто не бабник, то с теми скучно. А Верка дурочка. Я говорю, Тань, вот я женщин никогда дурочками не называл. Зачем говорить женщине, что она дура, а? Когда можно сказать, такая у вас загадочная душа. Я вообще говорю, Тань, а вот ты мне скажи, как ты себе представляешь идеальную семью? И, Танька, идеальная семья это когда жену не интересует откуда берутся деньги, а мужа не интересует куда они деваются. Я говорю, Тань, ну, ты, Сеня, ну, такая умная, я за тобой записываю, я не успеваю. Я, слушай, говорю, надо еще, знаешь, какой-нибудь для украшения диссертации, сейчас это модно, какой-нибудь такой миленький анекдотик. Вот. А Танька говорит, знаю, записывай. На птичьем дворе выбегает петух какой-то такой разгоряченный и говорит, ой, кричит, извините, извините, говорит, ошибся, перепутал, в потемках, перепутал, в потемках, и тут за ним выбегает взгерошенная утка, ничего страшного, ничего страшного. Не, ну, это же то, что надо, а? И тут Танька меня обняла, поцеловала и подарила мне финал диссертации. Она говорит, я тебе насчет женской логики, вот что скажу. Женщина, существо нервное, она может разволноваться, разгорячиться, нашуметь. Ну, на чужом не сорвешься, не погорячишься, чужой терпеть не будет, только на любимом. И вообще, говорит, ты меня слабо любишь, еще никому за всю жизнь за меня в рожу не дал. Все сама да сама. И тут я ей простил все мои потраченные нервы. И я понял, за что мы их любим, за их женскую логику. У нас все по правилам. Они несут, не поймешь что, но в результате всегда правы. в общем, диссертация прошла на ура. Все говорили, какой я очень умный, а я не возражал. Конечно, умный, если сообразил, за Танькой записывать. И теперь я вот за свое будущее спокоен. Да. Если надумаю докторскую писать, посажу Таньку напротив себя, разговариваю ее и под бутылочку шампанского, за вечерок докторскую и накатаем. Все звезды отыгрались и отпелись, оттанцевались и разлетелись. В концерте был сегодня просто прелесть. До новой встречи! Мы позвоним! АПЛОДИСМЕНТЫ